Ты, наверное, понял, у нас сегодня главная тема, это Башкирия, то, что там происходит, обсуждаем это со всех сторон, крупная акция, вот этот там 18-тысячный город Баймак, в нем там самая нижняя оценка 5000 человек вышло на улицы, а кто-то говорит, что и 10 тысяч, ну, в любом случае, то есть это значимая часть города, там никак не менее четверти всех горожан оказались на улице, ширкомасштабные, он, видим на экране, да, столкновения с полицией, применен слезоточивый газ, светошумовые гранаты, ну, то есть, в общем, там полное побоище, и все это происходит на фоне приговора Фаилю Алсынову, одного из известных башкирских активистов, представителя национально-освободительного движения, одного из основателей движения Башкорт, ему дали 4 года, ну, и вот из-за этого, соответственно, это все и происходит. Я бы хотел начать с такой чисто профессиональной темы, прежде чем мы перейдем разговаривать про дело Фаиля, вот он, собственно, у нас на экране. Я бы хотел обратить внимание, что вот второй раз мы сталкиваемся с тем, что массово блокируют телеграм-каналы. Первый раз, когда я увидел это вообще происходящее, и это был, по-моему, просто первый прецедент, это была блокировка канала Утро-Дагестан, которая произошла после еврейских погромов, соответственно, в Махачкале, которые были осенью этого года. И это был такой прецедент, но, как бы все так сказали, ну, то есть, это же, да, еврейские погромы, это вот так нехорошо, значит, вот там нормально. Сейчас целый букет каналов заблокирован, причем Бруслан Габасов, вот один из коллег Фаиля по Башкорту, его канал заблокирован уже там с месяца назад или там два месяца назад, ну, то есть какое-то время. Сегодня заблокирован очень известный канал Рус-Ньюс, который освещал эти новости у самого Алсынова. Значит, был канал Куштам Байрам, да, по-моему, так он назывался, где-то здесь я его записал. Вот, да, Куштам Байрам, вот, тот он тоже, соответственно, заблокирован. Сергей, как ты считаешь, что это означает? Можно ли считать, что Телеграм работает на Кремль? Ну, Телеграм работает на Кремль. Сложно сказать, важно было бы понять, откуда идет блокировка, вот, но Телеграм, в принципе, по-моему, все-таки является российским ресурсом, да, считается формально. Это надо посмотреть, я не очень большой специалист по тому, кто там чему принадлежит, но я его видел в ряду российских ресурсов. Да, меня, кстати, тоже это удивило немножко, потому что, поскольку мы все пользуемся Телеграм, и поскольку там, значит, есть Телеграм-канал оппозиционный, кстати, Телеграм в этом смысле очень сильно упирался раньше, да, потому что вот я это знаю, так сказать, на ближайших своих партнерах, потому что я каждую неделю записываю итоги недели с Телеграм-каналом Генерал СВР, вот, и, значит, российские надзорные органы пытались заставить Телеграм, заблокировать этот Телеграм-канал, и это им не удалось. Генерал СВР, кстати, создал тогда резервный канал на всякий случай, если вдруг заблокируют основной, и, тем не менее, и тот, и другой остается, и у профессора Соловья в Телеграме остается Телеграм-канал, вот. Ну, и мой, так сказать, тоже существует, но я как бы не претендую на очень большую оппозиционность, для меня это просто информационный ресурс, который я использую для того, чтобы информировать своих подписчиков о том, что происходит, и я сам практически там ничего не пишу, я просто перепущиваю в основном интересные новости с другим Телеграм-каналом, но Телеграм-канал есть у Невзорова, там есть у Гордона, у кого угодно, то есть, на самом деле, с одной стороны, вроде бы это ресурс, который формально считается, может быть, даже российским, но, тем не менее, который не очень активно подчиняется какому-то нажиму российских властей, и там есть вполне себе много оппозиционных вещей, вот. Ну, там, конечно, есть и Царьград, там, конечно, есть и всякие Z-корреспонденты, то есть чего-то только нету. Там есть, кстати, официальные каналы, естественно, и у Министерства обороны, и у ФСБ, но там есть такие каналы, как ВЧК, УГПУ, Агентура, которые регулярные, кстати, довольно интересные, которые публикуют всякую очень неприятную для режима информацию, и для меня это немножко странная информация, потому что, ну, наверное, просто сейчас они пугаются, потому что ситуация изменилась. Вот ты говорил, там, значит, на них уже давили с осени прошлого года, но сейчас же вот и пошла предвыборная кампания у Путина, и мне кажется, что это накладывает свой отпечаток, и вот та история, которая происходит в Башкортостане, это непростая история, потому что вообще это все неоднозначно, да, начнем с того, потому что это, в общем, такое националистическое местное движение, которое, в общем, можно еще поспорить, там, что оно из себя представляет, потому что они, в общем, противоставляли себя федерализму Российской Федерации нынешней. Вот, но на самом деле... Сергей, тут можно никак бы не использовать никакие эвфемизмы, надо говорить прямо, то есть Башкортостан — движение сепаратистское, движение, которое уставит за независимость Башкирии от Российской Федерации. Это, ну, медицинский факт. Да, это медицинский факт, и в этом смысле, кстати, оно и очень показательно, потому что вот то, где сейчас происходят эти, значит, это недовольство, это очень глухое место, это 500 километров от Уфы, это такое, ну, практически село, то есть это где башкиры, которые себя чувствуют, с одной стороны, ущемленными центральной федеральной властью Московской, и которые чувствуют себя ущемленными центральной властью Башкирской, которые они рассматривают как, в общем, ну, гауляйтера, вот этого Хабирова, да, как там губернатор называется, да, они рассматривают как гауляйтера Московского, потому что он работал в администрации президента, он такой посаженный кремлем человек, это совсем не те руководители Башкирии, которые были там на исходе из Советского Союза и в первую десятилетку ельцинскую в 90-е годы. И, в общем, это такая вещь, которую Кремлю, вот я так понимаю, что они сейчас ее очень сильно опасаются, тем более, что движение, на самом деле, националистическое, сепаратистское против Российской Федерации нынешней, Кремлевской, это движение, которое набирает обороты, у него есть, на самом деле, некая организация, в том числе международная организация, в Париже, по-моему, в октябре месяце или в ноябре месяце, собирался очередной съезд представителей таких движений, и там было довольно много, представляете, по-моему, кстати, они, вот представители этого движения, были там представлены, я не знаю там до конца всех деталей. Сергей, даже я там был представлен, я могу сказать. Все нам были представлены, да. С большими детальными, вот, но я за этим слежу, то есть мне это было интересно. И, на самом деле, ты знаешь, я год назад, когда меня спрашивали вообще, чем может закончиться вся эта путинская авантюра, я говорю, что вообще, я считаю, что на горизонте пяти лет Российская Федерация может вообще просто распасться, точно так же, как распастся Советский Союз, потому что, на самом деле, центробежные тенденции довольно сильны, и сильны прежде всего в маленьких национальных автономиях, у которых, кстати, есть полный набор государственности. То есть, если эти автономии еще к тому же заявят в полный голос свое право на отделение от Российской Федерации, то есть механизмы международные, их признание, потому что, во-первых, есть хартия между организацией объединенных наций, и, во-вторых, есть международная конвенция при организации объединенных наций о праве коренных народов, малых коренных народов. А у всех национальных республик, то есть их 21, которые входят в Российскую Федерацию, у них есть все признаки государственности. То есть, у них есть территория, у них есть национальный язык, у них есть конституция, у них есть собственные законы, у них есть собственная история, у них есть все, что нужно для государства, для того, чтобы оно существовало, у них формально существует в составе Российской Федерации. И поэтому им очень просто, на самом деле, даже на международном уровне добиться такого признания. Ну, я скажу так, что мы, как съезд народных депутатов, настроены, безусловно, уважать право народов на самоопределение. И, наверное, мы единственная такая последовательно абсолютно четкая российская оппозиционная группа, центр, которая стоит на этой позиции. Хотя при этом я считаю, что вот такой вот там неуправляемый распад России по образцу Советского Союза, он маловероятен. Но отдельно эти регионы, да, безусловно, в них может что-то происходить. И вот эти вот события в Башкирии нам подказывают, что, то есть, наверное, это абсолютно реально. Но я бы хотел вернуться к вопросу с Телеграмом, потому что вопрос-то важный. Действительно, большее количество российских оппозиционных активистов использует Телеграм. Мы лично на съезде используем сигнал. Я никогда лично не доверял Телеграму. И не доверял я не потому, что, значит, Дуров какой-то нехороший. Ну, мы с ним прекрасно знакомы лично. И я ему верю, то есть, что у него самые лучшие интенции. Я верю, что и когда он в России-то был, в ВКонтакте, он ни с какими там ФСБшниками не сотрудничал. Тем не менее, информация у него из дата-центра вытекала широкой рукой, рекой. И там можно было сделать абсолютно все, что угодно. И посмотреть все, что угодно. И за деньги, а иногда и без денег, значит, и провокацию какую-то сделать на этих данных и так далее. И это все делалось без Паши. Просто, ну, то есть, есть какое-то количество сисадминов, которые, сами знаете, на кого работают. Ну, и как бы все вопросы решаются. Сейчас, ну, тоже это же проект все равно российский с точки зрения состава программистов. И я поэтому считаю, что ему доверять, к сожалению, невозможно. Потому что вероятность того, что там есть кто-то завербованный, очень высокая. И мы, например, видели это до еще всех этих блокировок. Ну, вот, например, там вот могут наши зрители совершить эксперимент. Если они зайдут сейчас в Телеграм и наберут там «Утро февраля» или «Роспартизан» или «Илья Пономарев», вы не найдете наших каналов. Вы не сможете найти канал «Утро февраля», вы не сможете найти канал «Роспартизан», вы не сможете найти канал «Ильи Пономарева». Я не знаю, как это делать, честно скажу. То есть, каналы открытые, значит, к ним доступ вроде никак никто не ограничивал. То есть, можно подписываться, можно отписываться и так далее. Только найти нельзя. И поэтому, соответственно, подписчики все время сыпятся, потому что люди говорят, что они не могут их найти. Так вот, тут все-таки вопрос. Достаточно ли вот этот фактор российского происхождения, просто вопрос к вам как профессионалу спецслужб, достаточен ли этот фактор, чтобы не доверять? Или все-таки можно доверять Телеграму? Нет. Я давным-давно, меня все время спрашивали, еще когда не было сигнала, мне все говорили, давайте, значит, переписываться в Телеграме, в мессенджере в Телеграмовском. Я всегда говорил, что надо разделять на две вещи. То есть, одно дело, информационные каналы, которые вы используете для того, чтобы просто, ну, точно так же, как Ютуб, точно так же, как любой профиль в социальной сети, для того, чтобы публиковать свою информацию. Другое дело использовать этот ресурс, якобы, потому что он шифровал, значит, взаимодействие между его членами, создавать какие-то закрытые группы, и там общаться, так сказать, обмениваться конфиденциальной информацией. Я всегда говорил, что вот в это верить нельзя. Это у меня давным-давно, знаете, кстати, это даже не из российской истории возникло, а возникла история борьбы против исламистского сепаратизма и исламистских террористических группировок. Потому что чаще всего, кстати, они пользовались на самом, ну, там, лет 10 тому назад телеграммом, и их там ловили, в том числе, и международные полицейские организации, и очень эффективные. У меня тогда было очень большое подозрение, что распускается, кстати, такой слух, что вот если вот все закрыто, но вот есть какие-то ресурсы, там, телеграмм, протон, сигнал, вот если будете пользоваться ими, то все будет хорошо. Я всем всегда на эти вопросы в качестве бывшего шпиона говорю, что никогда никому ничего верить нельзя. Вот никаких ресурсов закрытых для спецслуг не существует. И самое главное, для того, чтобы вас никогда не поймали, лучше исходить из того, что за вами следят постоянно, что все ресурсы, которыми вы пользуетесь электронными, они все уязвимы. И тогда вы не будете рассказывать значимую информацию, тогда вы не будете обмениваться конфиденциальными какими-то сведениями о назначении встреч, не будете файлы пересылать какие-то значимые друг к дружке, и тогда вас никто не поймает. То есть вот надо исходить все-таки из этого. И если вы хотите действительно поддерживать контакт конфиденциальный, тогда нужно использовать не хай-тек, а лоу-тек. То есть, грубо говоря, обыкновенную почту, там, письмо. Дым костров. Дым костров, да. Вот. То есть не доверять. И это, кстати, распространяется не только на Телеграм. Вот вы говорите, а мы общаемся по сигналу. Я вам скажу, что сигнал такая же уязвимая вещь, как и Телеграм. Если вы считаете, что вы там... Или там люди... Там у Ватсапа написано, что даже сам Ватсап не знает, о чем вы разговариваете между собой, потому что все шифруется от начала до конца. И вот там есть даже такой сервис, что вы можете обменяться сообщениями, и они автоматически будут удаляться после того, как они будут прочтить. Вот не верьте ничему этому делу. Исходите из того, что за вами смотрят всегда, что все уязвимо, и тогда против вас не сделают никакую провокацию. Ну, я с тобой абсолютно согласен. Вопрос только в том, да, как это... Если не жить, то и нету никаких рисков, да. Но общаться так как-то надо, без мессенджеров, то есть, очень трудно. Понятно, что когда что-то совсем конфиденциальное, значит, надо там прилететь лично, встретиться в закрытом месте и все прочее. Но не всегда так получается. Все-таки, я не знаю, я нашим зрителям точно рекомендую пользоваться Сигналом или Уикером или Тримой. Ну, соответственно, не WhatsApp и не Telegram. Хотя, с одной стороны, вот будете пользоваться WhatsApp, про вас все будет знать ЦРУ, будете пользоваться Telegram, про вас все будет знать ФСБ. Кому-ка что нравится. Здесь еще нужно добавить, что на самом деле многое все зависит от того, на чем вы все это дело используете. Потому что если вы будете пользоваться WhatsApp, то о вас будет знать ЦРУ. Но если это будет стоять на смартфоне китайском, то о вас будет знать и китайцы, и ЦРУ. И в этом смысле еще, так сказать, железо имеет значение. Не просто софт имеет значение, которое вы используете, но и железо. Поэтому все-таки неуязвимых систем никаких нет. Но в этом смысле я согласен. Подход, на самом деле, такой у меня был юмористический. Когда вот меня спрашивают какие-то там студенты на лекциях, то я им говорю, вы знаете, это как, так сказать, половые связи. То есть если вы вступаете в половые связи, то вы можете подхватить какую-нибудь гадость. Железный способ не подхватить ничего, это не вступать в половые связи, но тогда жизнь у вас будет очень скучной и неинтересной. И поэтому, значит, вот выбор всегда такой. Вот, значит, ну, можно пользоваться какими-то защитными средствами, но понимать, что и эти защитные средства не дают вам 100% защиты. Да, это, безусловно, правильно. Но вот, да, вы сказали про software, и да, я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь. Последняя версия айфона, наверное, то есть это лучше всего и с точки зрения аппаратной платформы, хотя тут, конечно, опять ничего не дает гарантии. Давай еще одну тему поднимем, у нас не так много времени осталось, я все-таки не могу профильно не зафоткнуть международную тему. Продолжается форум в Давосе, вчера был там Зеленский, произнес пламенную в речь на пленарном заседании, значит, назвал Владимира Путина почти что желтым земляным червяком, сказал, что он хищник, стремится к войне без конца, что войну он ведет в Сирии 13 лет, в Украине 10 лет, а вот Путин ему на следующий же день ответил и сказал, что да нет, вообще, мы-то давно хотим договариваться, если бы вот Украина вела бы переговоры с Россией, так давно бы уже все кончилось. Я правда думаю, что если бы Украина вела бы переговоры, с Путиным, на условиях Путина, это бы даже и не начиналось, был бы президентом Янукович, вот, все бы решения принимались бы в Кремле, и действительно бы войны никакой не было, но, наверное, это не то, что хотят украинцы. Вопрос мой простой. Вот у нас сейчас такая серьезная дискуссия с рядом международных экспертов по безопасности, две такие почти что религиозные позиции. Одни люди говорят, что Путин только делает вид, что хочет переговоров, а иногда даже и не делает вид, а просто говорит, что нету повода для этих самых переговоров, и что Путин и не будет вести никакие переговоры. А другая точка зрения, строго обратная, что Путину очень нужны переговоры, переговоры, вот, перемирия, конечно, в своих условиях, но что если ему дать понять, что вот его условия будут выполнены, он просто побежит за этим в припрыжку. Какая твоя точка зрения? Нет, я считаю, что Путину вообще верить нельзя теперь ни на секунду, ни на слово, ни на йоту. Абсолютно. То есть у Путина были разные периоды в его правлении. Вначале он довольно искренне искал дружбы с Западом. И все это продолжалось до 2007 года и закончилась официальной вот его речью знаменитой на Мюнхенском форуме по безопасности в 2007 году, в феврале, когда он, ну, так сказать, прямым текстом сказал, что он воюет теперь с Западом. Тогда это не оценили, тогда это тоже рассматривали как больше, как троллинг, как такой блеф, который Путин, значит, пытался изобразить. Вот, а он там все, в общем, обозначил все то, что потом сделал. Вот. Я считаю, что ему сейчас верить абсолютно нельзя, потому что он сам себя загнал в такую ситуацию, когда у него ничего, кроме войны, быть не может. То есть все. Он... И, кстати, вот ты знаешь, по поводу Украины, я тут на сайте Свободы прочитал очень хорошую колонку Портникова, Виталия Портникова, который показал, что на самом деле по Украине Путин всегда сделал самые неправильные решения, потому что если бы исходить из его выгоды, вот выгоды даже для Российской Федерации, даже для его режима, то ему надо было всегда делать противоположные решения по сравнению с тем, что он сделал, потому что, строго говоря, у Российской Федерации были такие агентурные возможности и такие лоббистские возможности на территории Украины, что, в общем, не надо было никакой войны. Он без войны мог бы сделать из Украины вторую Грузию, второго Иванишвили, там его Янукович его вполне устраивал, его Януковича избрали. Не надо было там ломать через ногу украинский народ и заставать Януковича, значит, формально подписывать какие-то бумажки, но Путин принимал всегда решения, которые сам дают противоположные результаты. Теперь у него выхода никакого нету, он просто будет бороться до конца, потому что он, вот есть у него, это его, так сказать, человеческий недостаток, он очень упертый человек, то есть он не признает никогда свои ошибки. И тогда, когда он совершил ошибку, он либо надеется, что все рассосется просто само собой, но сам по себе он никогда ничего не признает. И больше того, уже даже история с Будапештским меморандумом доказала, что с ним подписывать ничего нельзя, потому что по Будапештскому меморандуму Россия является гарантом суверенитета и территориальной неприкосновенности Украины, и раздавил все это дело просто танками. И поэтому, ну какую с ним бумажку можно больше... Сергей, смотри, я вот хотел уточнить вопрос, потому что со всем, чем ты говоришь, я согласен на 100%. Я считаю, что Путин предопределено, что он будет воевать дальше, милитаризация экономики делает этот процесс неотвратимым, вот все эти высокие зарплаты, которые он платит военным, делают этот вопрос неотвратимым, потому что он не может их демобилизовать, не может провести обратную конверсию, потому что получит огромное количество недовольных, которые вроде там начали получать чего-то. Ну, то есть, короче, это процесс, который уже будет давлять сам над собой. Но это не противоречит совершенно идее того, что он может хотеть передышки здесь и сейчас, особенно если она позволит ему зафиксировать статус-кво, как они говорят, территориальные реалии на Земле, вот как они говорят, да? Значит, что... В этом смысле я согласен, что он допускает возможность, допустим, какого-то перемирия при фиксации статуса-кво и при этом работает, значит, весь ВПК в три смены продолжает работать, значит, 40% бюджета выделяются на военные нужды, и дальше он просто рассматривает это просто как этап, который ему позволит перевести дух, собраться с новыми силами и дальше более эффективно продолжить ту самую войну. Вот если это понимать, то тогда понятно, что такие переговоры, он, конечно, ему интересны. А в угрозу для стран Балтии веришь? Я не верю в эту угрозу с точки зрения разума и логики и рациональности. Но поскольку Путин человек, который многократно доказал, что он не является ни логиком, ни рациональным человеком, потому что война с Украиной – это абсолютно иррациональное решение. И все, что он затевает, это всегда ему же в ущерб, но тем не менее он это затевает, и поэтому я не могу исключать, что Путин может принять самое иррациональное решение. Услышали тебя. Спасибо большое за твое мнение. Спасибо. Спасибо.